Всем привет, ребят! С вами Бландинка ТВ. Меня зовут Кристина. И наконец наступил этот день. Я уезжаю в лагерь. Но вы сейчас спросите, почему у меня два чемодана. Два чемодана, потому что я уезжаю не одна, а со своей стороны Ксения. Всем привет! Это моя сцена Ксения. Мы будем вместе с ней собираем чемоданы. Это мои вещи. Это еще чехлы для костюмов. Нам сказали, что нам костюмы нужно принести к этому вот вещам. И сегодня нам будет помогать Марк, мой брат. Привет! Так, ну и что? Приступим. С чего же начнем? Ну я вам показывала уже свой чемодан. Вот он. А он меняет чемодан? Да, вот он. Здесь все так же, короче, ничего не поменялось. И мы приехали... Ты из Крыма. С Крыма, да, с Крыма мы приехали. Смотрите, у нас футболки есть. Вот, Крымский мост, у Криньки вот какие. У нас они почти одинаковые. А Марка грязная, она там стирается, у него футболка. Поэтому он ее сегодня не одел. А так бы он ее одел. Ксения, давай показывай свой чемоданчик. Вот мой чемоданчик. Давно видно. Ну, это просто как сумка-чемодан. Вот, может она вот так вот лирать, можно ее носить, а можно ее и катать. Короче, сумка-чемодан. Все классно. Так, ну и что? Приступаем. У меня, смотрите, очень много здесь в порядке вещей. Эти висения должны туда положить. Я, когда помню, я собирала на море вещи на море. А кто не смотрел, можете посмотреть после этого видео вот здесь вот, будет находиться в видео. Я брала целый чемодан просто. И половину вещей я не носила. Да что половину? Даже больше половины я не носила. Там, наверное, две футболки взяла, два шорта. И все. И так ходила каждый день. Еще и купальник, и полотенце вот это. И мама даже вот взяла, все в шкаф положила, мало вещей нам. А все остальное положила в багажник, вот в чемодан. Это все, ну и все остальные вещи, которые я не буду носить. Все теплые вещи, потому что там мало жара. И поэтому я сейчас думаю, чтобы мне такое одеть. Взять с собой, чтобы просто не таскать вот эту вот чажесть. Ну, конечно, мы едем в лагерь, ну, больше не отдыхать, а тренироваться. Как бы это будет танцевальный лагерь, я еду. Ну, и сначала я вам покажу, что мне сверху. Ну, сверху у меня вот эта вот футболочка. Вот. Это футболка ЦСХ. Это как бы тренировочная форма, но мы ее одеваем тогда, когда мы едем в какие-нибудь соревнования. И это наша футболка, но я ее беру на всякий случай, друг, мне нужно будет носить или одеть на выступление. А у Кенги вот такая футболка, это тоже ЦСХ-футболка, это тренировочная форма. У меня такая же есть футболка, поэтому, когда у нас одинаковые футболки, мы путаемся и на тренировку берем, я одеваю ее, и она мне как топ. Она одевает мою, и она ей по колено. И мы потом меняемся, прямо на тренировки заходим, в раздевалку и поменяемся. Маха, а что у вас есть? Это кофта красная, как бы тоже тренировочная. ЦСХ, как бы красный, черный и синий цвет у нас. У меня тоже есть. Да, у Ксеники такая же. Вот у нас две, у Ксенина и моя. Он что там под вещами? А вот мой кофрик желтый. А мой? Нам его вчера купили, как бы, потому что нужно лагерь кофрик, потому что мы будем на них заниматься. Такой голубенько-синенький, а он не желтенький. Это моя толстовка. Да, вы ее видели в некоторых видео. Она мне очень нравится, и, конечно, я же не еду на море, а еду в лагерь, это будет в Кстове. Там будет холодно. Да, и поэтому, как бы, могут и быть дожди и прохладно, и я беру эту толстовку. Я не знаю, как в коковку класть. Как-нибудь сложи. Так, вот так? Ну, Ксения, не забудьте, что там еще коврик должен поместиться. Это самое главное. И поместится к тебе. Так, ну вот, это же футболка, о которой я вам говорила. Про Ксенину. Да, она уже положила, я ее так кладу. Вот она. Это наша тренировочная форма, мы будем как бы тренироваться в ней, в зале, вообще везде. Я вам показывала ее, когда на море одевалась. А мы будем выходить себе на море. Когда на море брала. Да, это уги. Уги. Да, уги, но я их называю уги, кто как по-разному называет, ну кто по-разному как их называет, но я угу. У Ксеньки вот такие, у меня черно-белые полосашки, как вот эта вот рубашка. И они у меня сейчас сушатся, потому что я их вот вчера постирала, сегодня повесена. Вот моя пижамка. А, и сейчас я ее тут тоже брала на море, и, кстати, я ее ни разу не одевала, ни разу. Вот шорты тренировочные. Вот шорты тренировочные. Вот майка тренировочная. Вот, вот майка. Я же говорю, у нас все черное. Вот майка тренировочная. Ксенька, нет майки. У меня есть, она тут была. Ну, у нас все одинаковые. Вот майка тренировочная. Вот лосинчики тренировочные. Вот лосинчики. Там сегодня бабушка и девушка приехали, поэтому вчера, да, ну вчера, вот, это с дырочками, на первом, кому пакетик, кому пакетик, это моя пижама, я ее брала на море, там было очень жалко, да, было жалко очень, и бассейн, да, и бассейн, все, хватит вспоминать, я сейчас опять закрою, вот, и эту пижаму я носила там, Мы сейчас уезжаем в лагерь, мы уже завтра, завтра, утром в 9.30 нужно быть около остановки электрона, я беру вот эту вот кофту, точнее, это кофта вместе со штанами, а вот он, спортивный костюм нам нужен был, как бы, у меня был хиний костюм, это танцевальный костюм, который, вот он, Оксенька, он не стал маленький, ну, вот, и поэтому, Моя вдолазка, полосатая, у меня, кстати, много вещей, черно-белых, или полосатых, или вклеточку черно-белых, а вот, что ты любишь, черно-белый, нет, просто, как у мамы, просто, просто, говори, не носит, просто, просто, кофта, вот, Моя беленькая, я вам показывала, когда на море собиралась, Которую она не носила, я наносила ее, А зря? Ну, думаю, мы там будем 3 недели, думаю, я хоть раз, но одену ее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Платье мое, ну, вы его видели, зеленое. Я его носила, может, 3-4 раза. Сказала, которое она носила. Когда она носила, когда мы ходили на море, Вот я в носиле, потому что легко было его снять, Легко было его снять, и... О, такой, такой. И потом одеть. И это еще майка, я ее тоже брала. У меня тоже есть майка. Вот она. Да, нет, и спадает. Кофта моя с блестяшками. Она поет песни. Вот и моя коска с блестяшками. Это вот так вот, оп, оп. Переворачивай. Оп, переверни. Эй. Давай еще раз. Глент, ты переверну, что ли, не мог? Все. Короче, она с блестяшками. Ксенька просто переворачивать не умеет. Платье мое белое. Платье мое белое. Которое я тоже не делала. Которое я тоже не делала. Штаны спортивные, просто спортивные. Там бегать может быть. Или там в пионер-бол играть. Ну все может быть. А может не будем играть. Мои лосины. Мои лосины. Вот все, лосины. Футболка моя. Галупенькая. Раньше это как бы было. Когда у меня не было пижамы, я сделала себе пижаму из этой футболки. Майка моя. Прикольно, как говорится. Вот еще моя футболка с блестяшками. Да. У меня одни блестяшки. Но они переворачиваются. Это жалко было. Я прям хотела бы они переворачивать. Ну просто здесь надписью what. Что? Чего там? Что по-английски what. Шортами с бабочками. Шорт. Я с ними никогда не расстанусь. Футболка моя любимая. Ну как? Любимая. Любимая. Она мне нравится. Я ее носила. Ксения, ты вот не говоришь, что ты не носила. А ты вообще плави ее не носила. Вот здесь плечи открыты, чтобы сгорать. Хотя, конечно, мы не сгорели. Да, потому что мы в тенечке все время сидели. Еще одна футболка, которую я там не носила. Ну потому что она, наверное, мне немножечко большая. Давай мне. Да, Ксения, а если она небольшая, то тебе тем более. А мне тебе джинсы нужны будут-то? Не знаю, Кристина. Это и решай. Тебе что надо. Ладно, возьму сейчас. Потому что они мало места занимают. Поэтому возьму ее. Кристика. Моя мамка. Раньше, почему-то, когда мне ее купили, мне ее купили. Было раньше. А именно, когда мне ее купили, я ее не носила. Потом, как я ее одела. Она была на мне сидела. Просто белья колебна. Это как? Это как люка. Так, мои носочки. И не поймала. Носочки упали. Главное, вот. Кепка моя. Я не знаю. Блин, она сейчас у меня джинсы, пусть мне здесь не будет пучок. Бандама. Бандана. Вот. Это бандама, она также у всех есть, кто ходит на наш танцы. Смотрите. Ну, короче, на мне также она сидит. Поэтому я ее кладу. На самом деле она не ужасно синяя. Сейчас я уже положу заранее коврик. Мой желтый коврик. Мой желтый коврик. Мой желтый коврик. Мой глупый коврик. Мой глупый коврик. Сутболка моя фиолетовая. Майка моя. Кстати, у Псеньки такая же, только оранжевая майка. Она ее уже положила, вам показываю. Вот такая панамка. И, да, кстати, красотки. Это от хип-хопа мои красотки такие. У всех есть, кто танцует, ну, как в хип-хоп, ну, моя группа, у них такие же. У меня тоже есть. Так, это мои чешки, на мой взгляд. Вчера купили вместе с ковриками новые. Потому что наши те были романы. Джазовки, это белая, ну, для выступления. И полупальцы. Полупальцы это вот эти вот. Ну, наверное, кто-то занимается танцами и гимнастиками, наверное. Знают, что это такое. Ну, вот здесь, в этой косметичке у меня лежит. Что у меня здесь лежит? Нет, собака. У с тобой, короче, когда будем выступать, приливы на блюд. Это пуземки. Кстати, это, ну, посмотри, почему там два пуземки, я сейчас не вижу, да? Это щетка для пучка, резинки, щетка для пучка Бублик. Потом здесь еще помада красная, когда мы выступаем, она красная, вот она. А это получит. Я знаю, я взяла две красных, на всякий случай. Но когда мы выступаем, нам нужны красные помады, тушь, выступаем. Станционно, какая разница. Ну, и расческа, резинки, шпильки. Ну, и чтобы там, как бы, вот эти мои любимые расчески. Да, мне нужно сказать, честно. Целый набор ванны. Ну, для комаров, мать, как у Ксении, зубная паста, мыло, мочалку, зубная щетка, шампунь и гель для душа. Вот здесь у меня все это повисело. В этом мешочке у меня резинки, резинка вот эта вот, у меня тут заскакалка и утяжелитель. 600 грамм, что ли, у меня утяжелитель одна. Туда я клонтую эту, на колянке. Конечно, я им ни разу еще не пользуюсь. Нет, я пользуюсь в том году, там, или когда мы в слабочек сидим, чтобы не было больно в колянке. А так, практически, я не пользуюсь, но беру на всякий случай. Только будет. Так, ну, и вроде все я сложила, что у меня было вот здесь. Да. И сейчас я вам покажу самое интересное, наверное, что вы ждали. Это костюмы, мы давайте их открываем. Ну и первый костюм будет, это хипо, потому что он висит первым. Вот так. Которая панамка. Ну, как бы, посмотрите, что это на мне вот так вот висит он. Только, как бы, на вешалке не очень так красиво, когда он так висит. Ну, это штанишки, вот. Там, вот они вот так вот. Просто это на вешалке. Тут еще панамка. Ну, и хип-хоп, и те кроссовки, которые я вам показывала. Дальше, второй костюмчик. Это балалайка. Вот мой костюм. Вот. Костюмчик такой длинненький. Это все, как комбинезон, можно сказать, вот платьишка. И к нему есть еще повязка на голову. Повязка на голову. Мои уйки, вот они полосатые, как зебра. И третий костюм. Мой костюм. Вот здесь вот нету рукава. Так, сейчас вот так вот надо. Вот здесь вот есть рукав. Вот здесь вот такая дырочка. Вот здесь вот есть юбка в левой стороне, а здесь вот нету. Здесь шерст. Вот. И внутри вот так вот, короче, вот так. Короче, он очень красивый. Убираем чемпиаду. Я не то застегнула, чтобы не было. Ну и сейчас мы с Ксеней уже собрали все чемоданы. Ксения пошла брать обувь, которую она не взяла. И тому, что уже мы завтра уезжаем. Прям так хорошо. И я не забыла про вас. Сейчас будут приветы. Робер 007. Привет. Юлия Рубцова. Привет. Дима Милс. Привет. Пози Про. Привет. Арсений Плей. Привет. Если я неправильно назвала вас, то извините. Ну и до скорых встреч. Всем пока. А скоро будет конкурс на сигны. Я буду делать 10 сигн. Так что не прошу искать и следующие видосики. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok